Одним из необычных явлений могут показаться часы с пульсометром. Точнее даже не так. Сегодня под часами с пульсометром мы уже представляем конкретные цифровые устройства, обсуждения которых на каналах подобных моему не шибко приветствуются. И эти устройства серьезно потеснили стрелочные хронографы пульсометра где-то полностью, где-то принудик к шкале тахиметра и тому подобным решениям. Однако будет заблуждением считать, что такие пульсометры остались лишь на винтажном рынке, как например Rolex, TISO. Так что правильно, если мы вместе с вами вспомним и некоторые современные или относительно современные решения. Если рассматривать категорию люкс-класса, то предложу вашему вниманию модель Lange 1815. Умеренно винтажный хронограф с ручным заводом на исключительном мануфактурном калибре. Это безупречное часовое искусство, стоимость которого кажется недостижимой, ведь в момент старта продаж модель оценивалась почти в 50 тысяч франков. К своему наследию обращается и вишерон Константин, интерпретируя модели 20-х годов. Как и у Lange, здесь шкала пульсометра отрисована таким образом, чтобы обеспечить наилучшую читаемость. А тончайшая стрелка позволит определять пульс вплоть до единиц, что, конечно, имеет несомненную ценность. Стоимость этой модели еще тысяч на 20 дороже немецкой. Чуть дешевле обошлись бы несравненные Blancpac, где пульсометр с автоподзаводом стал частью одной из самых элегантных коллекций Velaret. Однако, сама шкала пульсометра здесь имеет не лучшую детализацию, в отличие от остальных элементов. Часы наделены мануфактурным 385-м калибром с частотой 36 тысяч полуколебаний и чуть меньшей стоимостью, около 30 тысяч евро. Отличился и Patek, представив своего рода механический гармин, шкалы которого помогут определить не только пульс, но еще и скорость с расстоянием. Часы выделяются на общем фоне тем, что откалиброваны на 15 ударов, что существенно сокращает скорость измерения. Спортивнее, брутальнее, агрессивнее выглядит дайверской хронографа Желик Ультр, которому пульсометр подходит идеологически. Это мощные часы с вращающимся безелем, которые способны выдержать давление до 1000 метров. Холодные цвета обеспечивают прекрасную читаемость и нужную контрастность. А по отношению к предыдущим коллегам стоимость кажется и вовсе смешной. На старте каких-то 13 тысяч франков. Лет 15 назад, когда Омега еще не осознавала себя конкурентом Ролекса и могла позволить себе стоить тысячадок 150, была представлена модель Мьюзеум, которая сочетала несколько дополнительных шкалов, включая как раз и пульсометр. Не возьмусь утверждать, что такое нагромождение позволяло безошибочно и сходу определять пульс, но вот то, что часы выглядели очень интересно, отрицать смысла нет никакого. Есть часы, которые занимают как бы пограничное место между люксом и премиумом. И здесь я бы напомнил вам об одной из моих любимых марок, часах Монблан. И это было сразу несколько лимиток на домашнем однокнопочном калибре. Под домашним в данном случае следует понимать не традиционную селиту, а разработки мануфактуры Минерва, которые Ричмонд передал для часов этой марки. К полулюксу, возможно, стоит отнести и Белл и Рос. И здесь, наверное, примечательно в первую очередь то, что он не квадратный. Это механические часы с автоподзаводом, в основе которых калибр это от того и стоимость здесь. Немногим более 4000 евро на старте продаж. Я часто сознательно избегаю этот бренд, потому что вроде как берегу его для одной интересной темы, но я лично узнал о том, что стрелочные пульсометры существуют именно через ГРЭМ. Часы громоздкие, харизматичные и точно не медицинские. Со стоимостью до 5000 долларов на легендарном калибре 7750. На модификации того же калибра 7753 или L788 работает и несомненный премиум автоматический хронограф Longines. Здесь, как мне кажется, уже есть медицинские черты, как минимум на уровне расцветки. Белый, холодный, синий, красный. Мало того, что обеспечивают отменную читаемость, так еще и напоминают о машинах скорой помощи. Винтажным часам добавили стрелки береге, что выигрышно в данном конкретном случае. Впрочем, есть и стрелки пообычнее. На время расстанемся со Switch Group, чтобы взглянуть на часы Cobalt, которые, впрочем, имеют в основе тот же 7750. Это хороший современный американский продукт, ориентированный на спортсменов и адептов экстрима. Здесь же вспомним и Oris на 220-й селите. Это часы интересные. И это одна из лимиток поддержки, которыми Oris, в принципе, славен. В данном случае это проект в помощь австралийской королевской службы авиаврачей. А потому пилотский дизайн не случайность. Плюс ко всему, откалиброван пульсометр здесь на 20 ударов, а не на 30, как во многих остальных случаях. Так что показания можно получать быстрее. Единственная странность шкала второго часового пояса, которая может ввести в заблуждение, но думаю, что это уже дело привычки. Внутри Switch вновь можно наблюдать довольно странную модель MEDO. И это редкий случай пульсометра не хронографа. Откуда и столь загруженный шкалами циферблат. Дело в том, что стрелка здесь не возвращается на место, но зато пульс можно измерять каждые 15 секунд. Что сложно, но можно. Благодаря надежной 28-24. Кстати, тут уместно противопоставить и решение от хорошо знакомого нам бренда, и недавно, кстати, обсуждавшегося в Телеграм, на который вы можете тоже подписываться по ссылкам ниже, Цепель предлагает и вовсе полудекоративное выжидательное решение в своей механике. То есть для того, чтобы измерить пульс, тут придется ждать минуту, пока стрелка не пройдет отметку 12. Работает все это на базе калибра ЭТА. На хроне еще можно встретить хронограф пульсометра Терна, основанный на ЭТА-2894. И хотя на первый взгляд все кажется довольно простым, видно, что модель хорошо продумана и удачно организована и по габаритам 42 мм, и по цвету. А мы тем временем перейдем к часам менее именитым и более современным. Понимая, что вы устали, эту часть я максимально сокращу до простого перечисления. Начав с часов Болдер, которые помимо прекрасного циферблата Панды, примечательны и наличием редкой шкалы астмометра или частоты дыхания. А еще и тем, что это кварцевые часы на Сейко с ценой менее 300 долларов. А уж визуализацией, так на всю тысячу, вишенкой на торте, невероятно уместные стрелки-шприцы. Хэвен. Американский микробренд на ручной селите, который не выкручивает цифры, а рисует их строго горизонтально. Что кажется очень правильным и логичным, если мы понимаем, как именно работает пульсометр в таких часах. Наконец, есть несколько кварцевых часов, которые позиционируются именно как медицинские или часы для медицинского персонала. Где это прослеживается и в цветовой гамме часов. Упоминания заслуживают часы VAVC и модель часов Шпидель. Подводя итог, отметим, что часы с пульсометром – штука-то классная и несложная. Нужно просто отсчитать в большинстве случаев 30 ударов и взглянуть на шкалу. Это можно легко смоделировать и даже попробовать проверить, представив примерно эту шкалу даже на обычной механике. Сопоставив это с данными цифровыми, мы убедимся, что исчисления таких часов точно и убедительны. И раньше именно эти часы, особенно в полевых или экстремальных условиях, позволяли существенно экономить драгоценное время. Но вот главный вопрос – как пользоваться такими пульсометрами. И тут не до конца очевидно, ведь измерить пульс себе – та еще история. Потому что нужно успеть нажать, приложить палец к запястью, начать отсчитывать, а ремешок… В общем, очевидно, что часы при этом придется снять. А значит, многие спортивные решения, типа того же Лик Ультра в динамике, пригодны мало. Как быть с пациентами? И тут опять же, часы с руки все-таки придется снимать, нажимая одной рукой на кнопку, другой на артерию подопечного. И в этом, конечно, сложнейшие и красивейшие решения проигрывают современным, скучным и цифровым. Одним из первых, кстати, кто понял, что нужно чуть-чуть измениться, был Фредерик Констант, представив свое решение проблемы, наделив классические аналоговые часы оптическим датчиком пульса, который не врезается дисплеем в циферблат, а органично загорается и гаснет. Нельзя объять необъятное, и пока вы принимаете единственно правильное решение – подписываться на канал или нет, я покажу еще несколько красивых картинок. Берегите себя. Скоро увидимся. Продолжение следует...